Ни для кого не секрет, что в последнее время разработчики видеоигр все больше подвергаются давлению со стороны феминисток и прочих радикально настроенных борцов за права женщин. В результате подобных нападков игроделам приходится делать женских персонажей своих игр куда менее идеализированными и куда более реалистичными, что ли. Для примера вспомните ту же изуродованную Сару Райдер из игры Mass Effect Andromeda или грядущую Last of Us 2, в которой внешность симпатяшки Элли, мягко сказать, немножечко испортили. Что ты такое? Мы жертвы слепого феминизма. Так что нынче создавать нарочито сексуальную героиню это как по минному полю с завязанными глазами ходить. Но история помнит случай, когда разрабы сами того не желая допускали ошибки, которые делали игровых персонажей чрезмерно сексуальными. Всем привет, с вами Айвори. И сегодня я составил для вас список из 9 ошибок и багов, которые делали персонажей видеоигр более соблазнительными. Как я и предполагал, ютуб лишил мой прошлый ролик монетизации. Правда, при повторной проверке монетизацию все-таки восстановили. Тем не менее, на количестве просмотров это сильно сказалось. Но не будем о грустном. Зато вы поставили свыше 9 тысяч лайков, за что вам огромное человеческое спасибо. Если поддержите это видео, то я буду вам очень признателен. И как можно скорее приступлю к созданию следующего ролика. А теперь всем приятного просмотра и... понеслась. И первыми на очереди значатся разработчики из студии Epic Games, которые умудрились накосячить в самом начале шестого игрового сезона. После его старта самые наблюдательные игроки приметили ну очень приятные мужскому глазу изменения. В облике под названием Calamity. Оказывается, во время выполнения определенных анимаций... Главные достоинства барышни внезапно начали колыхаться куда больше обычного. Только не это! Я ведь девственник, сейчас же шишка встанет! После увиденного воодушевленной игроки недолго думая окрестили пикапную фишку лучшим нововведением шестого сезона. Разрабы в свою очередь заявили, что это была всего лишь нелепая ошибка. Намеренно делать женских персонажей сексуальнее никто не собирался. Это произошло случайно, нам очень неловко и стыдно за такой недосмотр. Мы уже работаем над патчем. Заявили о конфузившейся Epic Games. Ага, так мы им и поверили. В конце 2017 года разработчики из студии Ubisoft облажались по-крупному. Не может быть! О, еще как может! Сразу же после внедрения новой анимации добивания для персонажа Валькирия под названием Не трогай. Юбики были вынуждены экстренно ее заменить. А все потому, что во время сие действия поверженный противник по неопытности хватал воительницу за грудь. После чего получал заслуженный удар в пах. Ибо каждый пацан на опыте знает, что сначала тянки нужно пробить хайкиком в кабину. Шоп не рыпалось, а уж потом лапать пока еще тепленькая. Спустя пару часов похотливую анимацию заменили на более приемлемую. Теперь страдалец хватал Валькирию за щит. Разработчики довольно оперативно попытались оправдать свой косяк. Заявив, что мол мы не собирались добавлять данное добивание в игру. Посему скорейшим образом его заменили. Вдобавок пообещав более тщательно следить за обновлениями. И впредь не допускать подобных ошибок. К слову, игроки не оценили столь радикального решения. И попросили вернуть приятную глазу анимацию. На что получили категоричный отказ. Также хотелось бы упомянуть небольшой, но довольно горячий косяк от разработчиков знаменитой игры PUBG. В 2017 году парни умудрились снабдить свое детище чрезмерно подробными моделями персонажей. После этого нововведения игроки с изумлением обнаружили, что оказывается у женских моделек сквозь нижнее белье проглядывается очертание, если говорить пикаперским языком верблюжьего копытца. После шквала геймерских шутеечек про редактирование размера гениталий и прочих интимных мест, и игроделы были вынуждены извиниться, свалив при этом всю вину на стороннего художника-фрилансера, который и занимался дизайном данных моделек. Главный дизайнер PUBG Брэндон Грин лично принес извинения за столь нелепую оплошность, и уже следующий патч вернул игре ее первозданный пуританский вид. Как принято говорить в этих ваших нижних интернетах, тема сисек не раскрыта, а посему я принес для вас еще один забавный косяк. На этот раз закравшийся в игру Street Fighter V, фанаты которого быстро приметили, что в режиме зеркального матча во время выбора персонажа, казалось бы с виду идентичной модельки героинь, отображались немного по-разному. Хотя как немного, с местными-то пропорциями молочных желез. Ну что, заметили разницу? Так, руки на стол. Амплитуда колыхания и аргументов второго персонажа была куда выше, чем у первого. Прознав про свой же фейл, разработчики из студии Capcom пули выпустили патч, уменьшающий движение грудей барышень, дабы хоть как-то нивелировать их и без того явно выраженную сексуальность. Говорят, что молния не бьет дважды в одно и то же место. Но компания Ubisoft абсолютно точно не похожа на природную стихию. А посему она вновь и конфузилась все на той же сексуальной почве. Только теперь куда более откровенной. Дело было так. В октябре 2016 года одним серым пасмурным утром, мега-корпорация Sony забанила в PSN некого игрока, опубликовавшего скриншот голой девушки NPC из игры Watch Dogs 2. А причина крылась в том, что юбики слишком уж тщательно проработали модельки некоторых неписей. И при желании у них можно было разглядеть самые настоящие первичные половые признаки. В итоге разработчики были вынуждены выпустить патч, уменьшающий детализацию NPC. И при этом добавили, что у игры конечно взрослый рейтинг, но такая подробная детализация никому не нужна. Ха, говорите за себя. И к слову, блокировку зоркого игрока так никто и не снял. Далее на очереди довольно известный случай ошибочной сексуальной гиперболизации культового игрового персонажа. Думаю, вы не раз слышали историю о том, как некий Тоби Гард, работающий над анимациями главной героини игры Том Рейдер, по счастливой случайности заигрался с параметрами настройки фигуры будущей расхитительницы гробниц, и случайно увеличил размер ее груди аж на 150%, что в итоге понравилось его коллегам, а также сильно облегчило будущее продажи игры, и попутно сделало Ларочку одной из самых желанных героинь видеоигр, и важной мечтой большинства мальчишек того времени. Да и сейчас, чего греха-то таить, на старушку Лариску не грех слюнки попускать. Порой игродям приходится менять не только внешность героев, или их анимации, дабы избежать обвинений в нарочитой вульгарности персонажей, а даже обложку, что и произошло с авторами мобильного ролевого экшена Сина Элис. Разочарованные игроки однажды обнаружили, что постер игры кардинально изменился. Дело в том, что до релиза девушки на картинке были одеты в довольно откровенные наряды, но в финальной версии, которая появилась в Google Play и Apple Store, абсолютно всем героиням прикрыли грудь. Кстати, официальных комментариев по этому поводу разрабы так и не дали, но легко можно предположить, что из-за чрезмерно откровенной обложки игру просто не допускали к продаже. Ну и плюс возраст героинь визуально очень сложно идентифицировать, а это могло привести к проблемам, и даже вызвать серьезный скандал в ряде стран. Не все же в состоянии оценить всю прелесть и эстетику жанра Лоликон. Педофил! И напоследок хотелось бы упомянуть вездесущий Овервотч, а конкретно скандальный случай с откровенной позой Трейсер. Близзов частенько упрекает в том, что их персонажи получаются уж очень сексуальными. Ну не зря же Овервотч на протяжении долгого времени лидировал в поисковых запросах на различных порно-сайтах. Но в 2016 году терпение какого-то скромняшки лопнуло, и он заявил, что из-за низкого возрастного рейтинга в данную игру могут играть дети. А тут какая-то деваха позволяет себе задницу аппетитно отклячивать. Когда же вы подумаете о детях? Эх, а тогда он еще не знал, что Трейса вдобавок ко всему еще и лесбиянка. Знал бы, наверное, шею Каплана от злости зубами перегрыз. Но, как итог, метелица удалила вульгарную позу, заменив ее на более игривую в стиле пинап иллюстраций. Хотя, на мой экспертный взгляд, практически ничего не поменялось. Опять дрочить. А на этом, пожалуй, я и закончу сегодняшнее видео. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, не забывайте жать лайк, дабы морально поддержать автора. И, конечно же, выход нового контента. Подписка на канал и в группу ВКонтакте по-прежнему почетно, бесплатно и самое главное православно. И приласкать похотливый колокол не поленитесь. Он по вам очень скучал. На этом все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok